Это программа День города. Здравствуйте! В студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Утилизационные сборные велосипеды готовы ли рязанцы пересесть на отечественные модели, если цены на импортные вырастут из-за пошлин. Взял у родителей автомобиль и попал в аварию. Подробности ДТП с участием 17-летнего рязанца. День военно-морского флота. Чем привлекает профессия современных моряков? Утилизационные сборные велосипеды предложили везти в России. По предварительным данным он составит 10%. Уже подсчитано, что его введение поможет российским производителям конкурировать с китайским импортом, занимающим до 70% рынка. Подробнее в сюжете Валерий Седова. Двухколесные друзья, особенно в летний период времени, пользуются большой популярностью. Велосипедистов можно часто встретить как в городских парках, так и на автодорогах города. Вот только вопрос в том, где произвели их транспорт. Исправляется ли он с возложенными на него нагрузками? Андрей Мартынов, работник велопроката, говорит, что сейчас отечественные модели заметно проигрывают зарубежным. Зарубежные же модели, по словам Андрея, выдерживают куда большие нагрузки. Правда, люди, которые приходят брать велосипеды на прокат, обращают больше внимания на его внешний вид, нежели на качество. Самые стойкие модели велосипедов, по словам Андрея, это Стелс и Стерн. Обе фирмы российские. И в специализированном магазине пояснили, что такие модели пользуются большой популярностью у покупателей. Основные тренды создают американские фирмы велосипедной промышленности. Но российские фирмы не уступают в плане технологий, потому что все технологии – это японские производители Shimano либо SRAM. Shimano – это японский бренд, SRAM – это американский бренд. Самый распространенный тип велосипедов – горные. Несмотря на название, они предназначены как для езды по городу, так и по пересеченной местности. И здесь покупатели даже сейчас предпочитают модели именно российские. Первый и самый важный критерий здесь – это цена. Чаще всего фирма-производитель велосипедов изготавливают только раму, педаль, руль и вилку. Все остальное – это обвесы других фирм. Причем явление это не только у российских, но и у зарубежных производителей. Однако Россия может конкурировать не только по категории горных велосипедов, например BMX, то есть трюковые велосипеды. Наши отечественные BMX по навесному оборудованию в принципе могут конкурировать с западными, а просто навесное оборудование, опять же, используется других брендов. Основные поставщики велосипедов из зарубежных стран – это Германия, Франция и Тайвань. Например, электровелосипед. Двигатель, аккумуляторы – у этого железного коня есть все необходимое. Зарубежная модель стоит около 150 тысяч рублей, российский – 90. По словам Александра, по качеству один другому не уступает. Горные двухподвесы, фэтбайки. Получается, что отечественный производитель может конкурировать с зарубежным? Если нам перекроют рынок заграничных велосипедов, то в России есть много компаний, которые профессионально занимаются производством велосипедов премиального качества. И просто они на себя возьмут эту ответственность и будут продавать велосипеды своих брендов. Главная проблема с отечественным брендом, по словам Александра, это то, что его сложнее раскрутить. Например, в магазине выставлена зарубежная модель – немецкий куб. Стоит он 50 тысяч рублей. И хоть у него есть отечественный аналог, не каждый покупатель готов отдать большую сумму за российскую модель. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Взял у родителей автомобиль и не разъехался с мотоциклистом. В Рязани произошло ДТП, которое шокировало общественность. 17-летний молодой человек попал в аварию. Водителя Сузуки с травами увезли в больницу. Подробности истории выясняла наша съемочная группа. Так прозаично закончилась поездка юного жителя Рязани на автомобиле Тойоты. А молодой человек, ко всему прочему, не имеет водительских прав. 28 июля, примерно в 4 часа утра, на улице Московское шоссе города Рязани, 17-летний рязанец, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Тойота Королла, по предварительной информации, осуществляя поворот с Московского шоссе на улицу Западную, совершил столкновение с мотоциклом Сузуки под управлением 26-летнего жителя областного центра, который двигался в прямом направлении. В результате происшествия мотоциклист с травмами был госпитализирован. Также за медицинской помощью обращались две 18-летние пассажирки автомобиля. Пока сотрудники госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают, каким образом несовершеннолетний завладел машиной, врачи не устают повторять, тише едешь, дальше будешь. По словам заведующего травматологическим отделением ОКБ Анатолия Терчина, количество пострадавших в авариях мотоциклистов в этом году снизилось. Летом их было 4 человека. Все, к счастью, поправились. Но не стоит забывать, что самыми уязвимыми участниками дорожного движения по-прежнему остаются именно мотоциклисты. Врачи уверяют, спасти человека, который попал в ДТП на скорости 100 км в час, практически невозможно. Чаще всего погибают эти мотоциклисты от травм, полученных в результате автоаварии, которые несовместимы с жизнью. Разрыв печени, разрыв легких, кровотечение наружное, повреждение крупных сосудов. То есть 10-15 минут и там уже помощь оказывать никакой поздно. К счастью, в данной аварии все остались живы. Но у сотрудников ГИБДД осталось много вопросов. В одном они уверены, все виновные в дорожно-транспортном происшествии будут наказаны. В соответствии с законодательством Российской Федерации и привлеченным к ответственности. Мария Рудая, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще одна авария произошла на московском шоссе в Рязани. Водитель автомобиля «МАН» решил развернуть больший груз, но не справился с управлением. Итог – перевернутая машина, водитель в больнице. По предварительным данным, водитель ехал из Москвы. Здесь решил развернуться, но не справился с управлением. Машина упала на бок. Разворачиваться в этом месте можно, но дорога для такого авто узковата. Тормозной путь – свидетельство того, что водитель пытался изо всех сил вписаться в поворот, но не вышло. Рядом автосалоны, мойка для автомобилей. Куда решил заехать водитель грузовика, остается только гадать. По предварительной информации, при повороте налево не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля МАН получил травму, с которым был доставлен в больницу. Травма незначительная. Порезался стеклом. Пока ему оказывали помощь, на месте ДТП работали спасатели и госавтоинспекция. Чтобы вновь поставить машину на колеса, понадобился кран. Сама машина пострадала незначительно. После небольшого ремонта авто водитель, если состояние здоровья позволит, сможет двигаться дальше. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вымогали у предпринимателя 200 тысяч рублей. В Рязани задержаны двое мужчин, которые, применяя насилие, требовали у директора магазина денежные средства. Подозреваемых задержали при помощи СОБРа. Подробности Валерия Седова. Два злоумышленника, мужчина 22 и 30 лет, вступили в преступный сговор с целью вымогательства денежных средств у директора одного из магазинов. Под надуманным предлогом они потребовали от индивидуального предпринимателя передать им заветную сумму 200 тысяч рублей, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, злоумышленники избили жертву. После этого с личного счета предпринимателя перевели на счет одного из мужчин 60 тысяч рублей и потребовали передать им на следующий день оставшиеся 140 тысяч. Позже злоумышленники рассказали, что намеревались получать эти денежные выплаты от директора магазина постоянно. Вот только потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Сотрудники УУР ОМВД разработали и провели операцию, в ходе которой подозреваемых задержали с поличным. При силовой поддержке СОБР отдела Росгвардии по региону пресекли деятельность ранее судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти 22-летнего уроженца Дагестана и 30-летнего рязанца. Сейчас задержанные находятся под арестом. Следственным управлением УУР ОМВД расследуется уголовное дело по статье 163 УК РФ, то есть вымогательство совершенной группы лиц по предварительному сговору с применением насилия. Санкции данной статьи предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы. Ружье выстрелило спустя 20 лет. Рязанец застрелил Шурина из обреза, который втайне от родственников хранил дома. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Какой приговор ему вынесут в нашем следующем сюжете. Эта история больше похожа на сценарий душащипательного кинофильма. Михаил Асеев злоупотреблял спиртным. В этот раз запой длился примерно неделю, пока супруга Надежда не начала ругаться. После словесной перепалки он ее ударил, она позвонила в полицию. Конфликт, видно, она нервная, человек больной. Видно, сказала, Миш, надо, по-видимому, завязывать все. Ну, видно, что-то я там огрызнулся, может, что-то... Она какие-то претензии в ваш адрес сказал? Ну, претензии обычно, выпивал я, претензии такие. Больше она там, ну, что она может сказать. У меня с ней все дорога были, хорошие отношения. На Асеева составили административный протокол и отпустили. К тому времени, пока он добрался до дома, туда уже приехал брат жены Владимир Алексин. Конфликт разгорелся с новой силой. Мужчины подрались, Асеев требовал, чтобы Шурин покинул дом. Тот отказывался уходить. Тогда Асеев вспомнил про обрез. Нашел его в 88-м году, когда отдыхал на берегу Цны в Шацком районе. Сначала хранил в гараже, потом перенес в дом. Достал ружье и пошел на кухню к родным. Что было дальше, помнит, как в тумане. Потребовал, чтобы Алексин покинул квартиру. Однако тот пояснил, что прибыл в гости к своей сестре и отказался покинуть квартиру. В связи с этим Асеев произвел один выстрел из указанного обреза в область головы Алексина. От полученного ранения Алексин скончался на месте происшествия. Родные представить не могли, что он способен выстрелить. Он и сам потом признался, не понимал, что делает. Всему виной алкоголь. Он привлекался к уголовной ответственности за убийство, то есть часть первой статьи 105, и за незаконное хранение обреза охотничьего ружья, то есть по части первой статьи 222. То есть путем сложения наказания в общий срок составил 10 лет лишения свободы. Сейчас Михаилу Асееву 68 лет. Фактически он получил срок, до конца которого вряд ли доживет. Дина Исляева, Станислав Кудрюшов, телекомпания «Город». В Рязанской области пропала женщина Татьяна Александровна Костенко, девичья фамилия Хорошавина, 48 года рождения, жительница поселка Стенькино. 24 июля она ушла из дома, чтобы поехать в Рязань. Сейчас ее местонахождение неизвестно. В последний раз ее видели в 33 маршрутке возле Политаевского рынка. Приметы – средний рост 164 см, полное телосложение, длинные седые волосы и серые глаза. Женщина была одета в черное платье с розовым рисунком, белую ветровку. На пропавшей были коричневые босоножки и бежевый платок. Женщина плохо ориентируется и нуждается в медицинской помощи. Родные просят сообщить любую информацию о Татьяне по телефону горячей линии. 8 800 754 52 или 112. Рязанцы отметили День военно-морского флота. Праздник относительно молодой в своем нынешнем виде появился сравнительно недавно, всего 12 лет назад, в 2006 году. Главные торжества, как всегда, прошли в Санкт-Петербурге, в Рязани, в парке морской славы. О том, чем привлекает профессия современных моряков, узнала Мария Рудая. Море тянет меня, как магнит, и на берег к любимой так тянет. Без любви мое сердце болит, но стихия опять к себе манит. Море шторм, море штиль, море чайками белыми манит. Капитан второго ранга запаса военно-морского флота Александр Трушин встретил нас словами «Как интересно жить». Вооруженным силам Александр посвятил почти 30 лет. Признается, о море мечтал с детства, поэтому после школы отправился прямиком в Санкт-Петербург. Поступать в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Море стало его стихией и его музой. Каждый, кто прочувствовал на себя романтику такой жизни, неизбежно будет тосковать. Александр хотя бы раз в год старается посетить северную столицу и выйти в открытое море. Само вот это нахождение, шум моря, запах моря, обязательно выйти хоть на каком-то суденушке в море, чтобы оглядеться вокруг, почувствовать вот эту качку, посмотреть закат или восход, крик чаек. То есть вот какой-то комплекс. Все эти прекрасные виды взрастили в Александре и композитора. Сейчас на его счету более 200 музыкальных произведений, которые исполняют коллективы по всей стране. В том числе хор Московской консерватории и симфонический оркестр кинематографии России. Вот так любовь к морю подарила Александру и полет творчества. Хотя первые попытки писать музыку были еще в детстве. Уже позже в военно-морском училище он играл в музыкальном коллективе. Несмотря на то, что много времени композитор посвящает музыке, с флотом он не попрощался. Говорит, бывших моряков не бывает. Александр работает в областном комитете ветеранов военно-морского флота и союзе моряков-подводников. Есть у Рязани подшефтный корабль. Это ракетный стратегический крейсер Рязани К-44. Вот для этого крейсера, над которым шерстует наша Рязанская область, я написал для них марш атомохода Рязани, который стал стрелой песней двух экипажей этого гигантского крейсера. Это крейсер подводный, представьте, 16 баллистических ракет и длиной более 150 метров. Александру признается, что море и музыка очень тесно переплелись в его жизни, а вдохновляют его на написание новых песен – современные рязанские поэты. Цикл песен композитор посвятил морю, другой цикл – десантникам и спецназу. Сейчас готовит сборник о Донбассе. Его же песня стала символом воссоединения России и Крыма. Она так и называется – «Крымская весна». Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Конкурс военных летчиков «Авиадарс» открылся в Рязани. В этом году в нем принимают участие команды из Китая, России, Республик Беларусь и Казахстан. В этом году в конкурсе задействовано более 60 самолетов и вертолетов, а также более тысячи военнослужащих из четырех стран. Зачет будет проводиться в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней военно-транспортной авиации. Конкурс «Авиадарс-2018» продлится до 11 августа, а в день города Рязани – 4 августа. Зрителям на полигоне Дубровичи будет представлена шоу-программа «Авиамикс». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошей недели. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok